Мы сейчас с вами поговорим о трех типах старения организма. То есть все три типы старения, они просто очень банальные. То есть организм или напрягается психически и физически, и это напряжение имеет в три стадии психики и в теле. Первая стадия напряжения, это просто я напряжу, у меня тело напряжено, тут напряжено, напряжено. Я напряжу. Это как сейчас в компьютерных играх рисуют. Вот такие у них движения, это напряженный человек, потому что люди сейчас такими стали, чтобы им было приятнее смотреть. Они такие рисуют. Но это на самом деле просто напряженный человек. Итак, напряженный человек. Чтобы вылечить... А, напряжение, три стадии. Физическое напряжение, первая стадия, просто напряженный человек. Вторая стадия, спазмы в головной боли. Значит, вторая стадия напряжения. Спазмы в желудке, в кишечнике. Спазмы потом дают воспаление печени, воспаление поджелудочной железы. После спазмы всегда идет воспаление в сердце. Спазмы дают тоже воспалительный процесс в сердце потом. Ну, то есть, все виды спазмов, это вторая стадия напряжения. Третья стадия напряжения, это инсульт, инфаркт, деформация суставов. То есть, боль в суставах, это тоже боль, или спазмы, это одно и то же. Боль в суставах означает тоже вот какое-нибудь напряжение. Третья стадия уже деформация, инсульт, инфаркт, и так далее. Понос с утра и бессмерт. То есть, третья стадия. Так, как вылечить напряжение? Напряжение копится у всех людей, с самого детства. Как определить, что оно накопилось сильно? ДЦП, аутизм, все расстройства речи, нарушения, все расстройства развития ребенка означает чаще всего 80% это напряжение. И лечится напряжение у всех, хоть у взрослых, хоть у детей. У всех лечится оно с помощью двух всего способов. Первое, длительное, непрерывное движение, лучше всего бег, потому что именно бег включает лечебные процессы. И второй способ, это статическое упражнение. Вот некоторые люди, допустим, они могут вот в одном положении тел, допустим, в позе алмаза могут два часа просидеть, вообще не почувствовать, что они напряглись. Поднимите руку у кого-то. Ну, сидит просто человек неподвижный, ничего с ним не происходит. Есть такие люди? Есть, ну, пару человек. Это значит, что вам надо статическими упражнениями очищать тело, не дамическими, а статическими. Ну, то есть полные все четыре цилиндра надо делать с помощью статики. Таких людей мало, но они есть. А если, а в основном людям надо просто учиться долго бегать, а статические упражнения подолгу они сделать не смогут. То есть нужно человеку один вид нагрузки сделать основным. Чаще всего у женщин все-таки основной вид нагрузки очищающий организм – это пост. Но иногда бег у женщины может быть, иногда статические упражнения. Чаще у женщин статические упражнения. Ещё чаще пост режет – бег. У мужчин чаще всего бег. Очищает организм больше всего. Режет. Статические упражнения – ещё режет пост. То есть пост для мужчин – это вообще жесть, потому что мужчине нужно пополнять много энергии, чтобы работать, трудиться сильно. То есть его психика так устроит. Женщина пробует, она кушает, напробывает. Потому что она энергии любви берёт из пищи, поэтому ей нужно, чтобы вкусно было. Не пробует. Не может я, говорю, ну, я, Геннадьевич, это приятно, полезно, правда, мне не нравится, я не буду есть. Почему это у женщин? Не счастье. То есть женщина наполняется счастьем, она пробует. Вот так она ест. Посмотрите, как женщина есть – пробует. Вот так. Мужчина тоже не ест, он жрёт, не пробует, просто жрёт. Ему надо жрать много, иначе нет смысла. Нет смысла. Допустим, 5 пусетей, где-то он говорит, нет смысла. Ему надо, ну, чтобы силы были потом. Ему нужна сила эта вещь, а женщине нужна любовь. Разные совсем смысл питания. Мужчина и женщина имеют. Поэтому женщина чаще всего много не ест. Женщине физиологично много есть. Она пробует. А мужчине физиологично много есть. Но надо один раз в день много есть, в обед только. С утра нельзя много есть, это вредно для здоровья. И вечером тоже нельзя. Итак, запомните, если вы хотите напряжение в теле убрать, то нужно длительно бежать и неподвижное положение тела. И одно из этих двух надо доводить до полного очищения организма. То есть бег до двух часов или до двух часов йога. И каждое упражнение нужно делать в йоге не менее сорока минут. Сорока пяти минут. А еще лучше всего два упражнения делать. Одно на сгибание, какое на сгибание. И каждое по часу, там, десять, час двадцать. Тогда будет уже полностью очищающая йога весь организм. Но это очень сложно. Это для редких людей возможно только. В основном пост и бег являются основной способностью очищать полностью организм. Один, хотя бы один метод должен полностью очищать организм. Один. Достаточно человек подновил, чтобы жить долгую жизнь. А остальные надо делать тоже обязательно. Допустим, если человек бегает и нестатические упражнения делают, у него откопится психическое напряжение. Что происходит? У него расслабляется тело, а психика напрягаться начинает. То есть обязательно длительно, вот допустим, пять с половиной километров бегаете, можно статику не делать пока. Но если вы начали девять бегать, нужно обязательно включать статику, иначе у вас все напряжение перейдет в психику, и вы пострадаете от бега. То есть если вы статические упражнения делаете, а бегаете девять километров, то что произойдет у вас? Психические срывы начнутся. Понимаете? И почувствуете, что бег вас напрягает психически, он плохо от него искажет, а я иначе неправильно говорю, бег напрягает. Нет, он расслабляет, но надо сочетать правильно делать, гармоничную нагрузку давать, статикостина. Поняли первый тип старения, это напряжение в теле. Теперь напряжение в психике, тоже старение. Первый тип напряжения в психике, это меня все раздражает и нервничает. Нет, у меня нервничает вообще. Сама в городоке, спокойный ли я, успокойте ли меня. Вот, первая стадия напряжения просто. У мужчины, так как замкнутость такая, отражается в виде замкнутости и нежелания общаться. У женщины в пяти частительности, как раздражительности. Немного. Вторая стадия напряжения в психике называется депрессия или стресс. Стресс – это когда напряжение, ну, как бы идет в сильное такое сжатие от себя, а депрессия означает, что напряжение тоже. Но оно идет в чрезмерное угнетение в психике. И третья стадия – это психические заболевания. Шизофрения, эпилепсия, там, и так далее. Много-много разных видов психических болезней, которые указывают на разрушение психики. Потому что психика разрушается в человеке. Сбой психических функций происходит. Как лечить статический упражнение в празднике? Все. Никакой психической награды нету, как бы все, стресс прошел. И еще подключать туда однозначно контакт с Богом, молитвом. Но мы об этом будем позже говорить. Запомнили напряжение? Первый тип старения. Первый тип старения.